Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот. Это Атила Total War. Легендарный уровень сложности. За данных. То есть, смотри, с винедами можно поторговать. С полстека и без поражений, самое главное. Смотри, торговое соглашение, высокий уровень. Ничего си. Запросить выплату. И с захватом Рима Константинополя, активисты фона. Йоу, отлично! 600 монет мне дали на халяву и доход почти в 300 монет. Калидонцы еще как будто... Нет. А эти... Как они? Свебы. Серьезно? Да ты что, обалдел, что ли, товарищ? Ну-ка, подожди. Давай-ка ты же. Низкий? А сколько же тебе надо-то, ты паскуда? Вот это максимум, сколько я могу дать? Умеренный, да? Нет, пошел в жопу тогда. Полоцк, отлично. Дуна, отлично. Они мне поставят эти блестяшки? Не-а. Дебилы. Ладно. Мне они блестяшки зажали. Получается, я только... Да блин. Получается, я только экспортируем железо и дерево. Они мне... Ничего не импортируют, сволочи. Хогунур, это мой этот полкан, да? А знаете, что мне надо? Слава, да? Слава. Авторитет, призыв к оружию. Авторитет плюс один. Зачем мне авторитет? Шанс сравнения с случаем неудачи. Да не, не очень. Тактика вот сюда. То есть, я могу сейчас, если набор буду вести, то поставить его, и у меня будет плюс одна ячейка набора. Надо этих тварей убить. Также, этих я уже подвинул. Агента. Я еще подумал, что мне стали плавильню, наверное, здесь лучше перестроить в костореза мастерскую. А здесь наоборот. В мастерскую костореза перестроить стали плавильню. Ну, я, наверное, уже доплыву, тогда этим займусь. Туда-сюда, обратно, блин. Хотя здесь надо было уже начать перестройку, пока у меня агент был там. Можно, конечно, сейчас быстренько... Чинг-чинг-чинг. Ай, нахер все это. Хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Продолжаем снос всякой байды. Ну, вот. Потому что здесь можно, видите, поставить стоимость найма сухопутных войск. Это дешевле будет. И плюс поставить здесь, ну, литейную. И вообще, короче, будет дешево и сердито. Надо с мятежниками разобраться. Давай. РКК их отгоняют. Епать. Так и знал, что они сейчас убегут, черзнает куда. У меня есть одна полоска, да? Можно, наверное, вот сюда встать, потратить еще. Чуть-чуть. Аверный Одину. Вайп them out. О, хероболиста. Мне не нужна. Надеюсь, никто не погибнет. Глупой сука смерти. Да как так-то? Господи, ты же целый был. Ты же был целый. Что с тобой не так? Это мне нужно с каждым вот таким говном вручную битвы проводить. Чтобы не потерять отряд. Твою мать. Однозначно здесь надо перестраивать все, потому что я такими вот... Такими вот, блин, потерями тупыми просто все нервы себе съем. РККА. Усиление натиска, стоимость найма. Это у флоки, да? Да. 5 тысяч у меня есть. Значит, начнем перестройку. В принципе, здесь я уже могу начать перестройку. Мастерская Костореза. Четыре хода. Потому что я не планирую переносить этого агента еще. А здесь начну, когда... Вообще, перестройка, она относится к постройке. То есть... Ну, наверное, мне все равно денег нет. Какая разница. Что тут размышлять? От моего Рагнара все слиняли. Кто-то вниз, кто-то вверх. О, что они такие покоцанные? Прикольно. Я их не догоню, да? Они вот здесь могут высадиться. Дай-ка я. Дай-ка я. Попробую его догнать. По крайней мере, ему путь преградить. Хотя, блин, я ж не знаю, что там. Меня могут сейчас... Как... Ну, буду текать. Значит. Если что. Пока все. Тихо-тихо. Кого? Губернатор. А, это губернатор в Британии, да? Да. Ну, ему авторитет пригодится. Для порядка. Хотя, я его, наверное, буду ставить на этого. На полководца. Поэтому, я ему, наверное, сейчас дам просто хитрость. Вот. А верные Одину... Нет, не верные Одину. Вот эти, идущие через шторм. Вот его я, наверное, на губернатора поставлю. Хотя, у него второе дыхание есть. Но у него, как бы, не очень. Тоже хитрый. Но он не в моей семье, Асберн. Да, он не в моей семье. Давай-ка. Как это лучше сделать? У меня еще один есть Типела. Вот этот, Вольстак, которого я случайно нанял. Умный, хитрость, лояльный, верность. Хитрость минус один, пьяница у него. Да что ж ты будешь делать-то, а? Стоимость строительства, веренная провинция. Кстати, а у этого Типела, у нашего, который сейчас есть, у него как со стоимостью... Ну, в целом, показатель как регион и провинция. Санитария. Стоимость строительства минус 20. То есть, вообще классно все, да? Я могу по санитарии слететь, потому что у меня плюс 5 санитария моего нынешнего губера. Полководца я мгновенно не смогу поставить на губернатора. Короче, я его меняю, вот этого Асбьерна. Он у меня будет губернатором. Блин. Стой у него. Хотя нет, у него тоже минус 20 у Асбьерна. Поэтому да, он будет губернатором. Я пока на Вольстага его заменю. Временно. На следующий ход, когда он прибудет, я его заменю на губернатора. Единственное, что губернатору я сейчас прямо заберу чисто любивого чиновника. Вот он у меня будет. Ну. Армейцем, правильно? Атака для отряда полководца. Бойдук для отряда полководца. Юная рабыня. Ну, это здорово, конечно. Ну, я бы хотел что-нибудь для всех. Зона влияния. Блин, даже не знаю, что взять полезного-то. Юную рабыню. Юную рабыню. Хер ему, а не юную рабыню. Он вообще-то на доченьке на нашей женат. Ага, сейчас. Там нету стрелков-имитателей в этой армии. Ладно, давай доблестного германского воина. Пока. Получу ли я штраф по санитарии? Нет, здесь санитарии. Вообще все ништяк. Минус 5 будет санитарии. А здесь... А то везде нормально все будет. Порядок, конечно, испортится немножко. Но ничего страшного. В общем, такую перетасовку я сделаю. Здесь, возможно, какие-то проблемы могут быть. А может и не будет. Давай посмотрим, что будет дальше. Сейчас у нас Экданы, кстати, первый ходит, по-моему, да? Ага, ну да. Вот сейчас на меня атака будет, видимо. Какой-то страшной херней. Мне надо будет отступить. Флот. Ого! Большой. Из темноты. Отходи тогда, что я могу сказать. Не прокатило. Свалил, да? А этот? Блин, еще... А, этот тоже свалил. Все свалили. Разбежались, как крысы. Так, ну больше без сюрпризов. Да, отступил. Черные паруса отступили. Пикты. Я же с ними не воюю, правильно? Нет. И улучшаются у меня отношения. А сколько у них земель и регионов? Три. У них вот этот регион, вот этот регион. И больше я не вижу никаких регионов. Ну, короче говоря, ладно тогда. Да, вас пока не трогаю. Тут еще стоят обданы. Ну, тут мелький-мелький-мелкий такой у меня прирост идет. Ну, ради этого я, наверное, не буду все-таки уходить в Камулоду, но нет. У меня все в порядке с санитарией, да? Да. Отлично. Блин, до сих пор агент мы не успевает. К сожалению, иначе строительством мы на этот ход не занимаемся. Сик интертеймент. Плюс тысяча у меня в ход идет. Порядок здесь в плюс, здесь в плюс, но если я выйду, то будет в минус. А я хочу на линд напасть. Изжечь его нафиг. И кулак империи хочу разбить, кстати. Вопрос. Нет, так не будет. Задействован мой флот, к сожалению. Ну, все равно стой здесь. Чтобы сжечь линд, мне нужен кровавый прибой однозначно. И какой-нибудь из ударных вот этих вот армий. Вообще, по идее, идущий через шторм, мне надо эту армию качать. Хотелось бы. Сколько он потратит? Почти все. А потом в ответ я могу такой... Такую плюху получить, что мало не покажется. Сколько у меня в Лондинии? У меня неплохой гарнизон. Я не боюсь, что на меня нападут. В принципе, на городе. Мне надо... Вот эту армию трогать нельзя. РККА пускай здесь сидит. Хотя я могу... Наверное, черный парус оттуда все-таки... Нет, не могу. Уже не могу. Сюда вот отойду. На следующий раз, может быть, так сделаю. Если мне понадобится эта армия. Еще прошвырнуться, посмотреть, что здесь. Здесь вот непроходимые леса, да? То есть только можно через линд пройти, либо вот так. Как-то. Пик-то тут тусят. Ага. Не хэпданов, где-то армия там еще есть. Ладно, короче. Здесь вечно, что ли, сидеть? Да, большой очень гарнизон, я знаю. Ну, я здесь встану, и они не пройдут, идущие через шторм. Да, посмотрим. А, у меня 10 и 10, да? Никаких наемников. Так, сколько? Минус 2 порядок. Понял. Это значит, что время налоги еще снизить. Минус 411. Вход, зато с порядком. Все в порядке. Вот, Кариньи открыт. Я закрываю его верными Одину. Если кулак империи на них нападет, то милости просим. Мне нужно что-нибудь еще нанять. В Карине у меня что по гарнизону? Ну, почти все хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять отрядов. Еще девять. Почти полный стэк. Девятнадцать. Может, как раз выманяться, да? Один единственный слот у меня еще есть. Кого нанять-то? Ну, берсерков возьму. Хотя, конечно, конину бы лучше взять. Больше пригодится. Давай конину возьмем. Лондини открыт, но как бы мимо Линда-то никто не пройдет. Здесь тоже достаточно долго топать. Плюс у него стены. Его сходу не каждый может взять. Кому лодунам у меня закрыты очень сильные армии. Плюс здесь флот, который не даст кому-то быстро высадиться. То есть, в принципе, я всех контролю, всех вижу. Ну и Лондини я захвачу. Буду его насиловать. Хода два. Блин, тут-то они еще четыре хода, и они четвертого уровня постройка, что ли, хотят поставить со стенами? Нифига себе. Ну, нет, ребята. Такого не будет. Кстати, еще у меня по воителям максимум. Я солидатов не могу делать, и жрецов не могу делать. У меня нет построек. Ну, давай линд забирать. Ну, какой авторасчет? Чуть не нажал. Сражаться на поле битвы. Отличное поселение. Помню я его, когда за антов играл. Я потом такую оборону там замутил. Так, они выйти хотят или нет? Нет, не хотят. Та-да! Иди убивай. Сразу. Сейчас все подойдут. Мои топорнички. Персерки. Персерков можно здесь спрятать. Враг приближается. Да-да. Если я враг, то я приближаюсь. Анагар подъехал, да? Да. Ну, в принципе, состав армии у них аналогичный. Там у послед... Я не помню, как называется. Это поселение последнее, которое у меня... В Нижней Британии. В Верхней Британии. В Верхней Британии, которая нижняя. Аналогичный состав армии. Но, видите, поселение другое совсем. Римского типа такое. Пам-пам-пам. Попал? Нет. Не попал. Ну, ничего. Да. Врагская башня превратилась в обломки. Я буду сейчас расстреливать снаряды Анагара своего. Такие дальние башни, наверное, нет смысла большого стрелять. Если они войска все сконцентрировали примерно здесь. Поэтому давайте-ка выдвигаться. Собаки тоже. Их на этот раз у меня три. И... Канина у меня всего один отряд. Ну, ничего страшного. Как-то так. Неплохо тут покоться. Лучше ехать. Шесть из восьмидесяти живых. Убеденю. Кельские стрелки что-то там пытаются. Нет, ничего не пытаются. В общем, буду подрезать. Так, отправляю... Одну собаку отправлю на лучников. Две собаки на изготовку. Один отряд остался без снаряжения. Уходи, не маячь. Собаки, к сожалению... На новобранцев напали, да? Где они? Собаки-то... А, вот. Подсвечу, чтобы видно было. Ладно, тогда собак пока не трогаем. Потому что мешает очень сильно пехота. Моим собакам. Все померли, могу их вывезти, чтобы они не маячили. Я имею в виду, собаки все померли, собачники живые. Так, еще послал отряд собак. Так, на кого-то напали все-таки, отлично. На кого-то напали собаки. Ну, там грызут каких-то коняшек, да? Там лучников, кого-то еще. В принципе, толково. Успел в дырочку, пока не подбежали вот эти кельский отряд. Успели пробежать они за него. Лучники тоже потратили все боеприпасы. Один отряд. Второй отряд сейчас уже потратит. Блин, по нему пострельба идет. Все, уходим. Так, здесь еще все-еще собаки бегают где-то, что ли? Ага, грызут кого-то. Ладно, просто отойдите. Я, наверное, попробую вот этих собак в обход вообще отправить. Чтобы они с этой стороны лучников погрызли. Подрежу. Подошел я с другой стороны. Вот, даже я вижу лучников, поэтому... Вперед. Сейчас башня по мне начнет стрелять. Но собаки уже спущены. Отлично. Отлично. Самих собачников я прячу. Тут покоться на иконе, наверное. Собаки с ними должны справиться, по идее. И потом на лучников перекинуться. А, они уже даже их цепляют. Очень хорошо. Плюс еще башня стреляет. Но скорее коней убьет, чем собак. Ну да, неплохо. Подрежу. Они тут разбежались по всей вообще... ...карте. Сейчас начнут башни какие-то захватывать еще, не дай бог. Вот. Вообще все видно теперь. Мне красота просто вообще неописуемая. Ну что, наверное, надо рашить. Я как бы не вижу больше. Что еще можно сделать? Можно, конечно, пойти попробовать с пикинерами тут что-нибудь продавить. Но вряд ли на меня кони выскочат. Серьезно. Ну, давай-ка. Будем подходить. Вышки здесь нет. Можно своего коня отправить в обход. Да, какую-то башню собаки разрушили. Капец. Ну ладно. Я ж не против. Дай-ка. Берсерков попробую ввести. Коняшников не забываем в обход. Очень жесткий застрел, как бы. Ну, да. Есть такое. Забегайте. Давайте кони. Как-то не очень быстро бегут. Берсерки. А здесь вообще какой-то жесткий застрел по нему идет. Догоняйте, сволочей. Догоняй, 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 догоняй. Все складывается в нашу пользу. Да, у них вообще шансов не было. О чем ты говоришь? Уходи отсюда. Бомж. У них еще есть копия там, да? Да. Так, дай-ка вышку захватишь. Или будешь дохнуть тут бесплатно. Да они довольно быстро захватывают. Нормально. Берсерки гоняют меня. Моих, точнее, этих. Берсерков гоняют долбанные застрелы под вышку. Все. 726. Многовато, на мой вкус. Но, в принципе, учитывая, сколько у них застрелы, видите, настреляли. Именно конница, да? Больше всего настреляла. А может, не настреляла, а наубивала. Но это тяжелые, по-моему, вот эти всадники. У кельтов. Нормально. Разграбить и оккупировать. Вот, сейчас можно ждать атаки от... От кого угодно. Линд. Сносим все нафиг. Получаем бабки. Агент мой двигаться не может, да? Так, это что? О, это я армию получаю. Боеприпасы для стрелков и метателей. Опыт для новых отрядов. Потом сюда пойдем. Лотар заносчивый. Верность минус один. Верность самому себе минус один. А здесь получаем... Доходы от разорения. Боеприпасы для стрелков и метателей. Скандинавские конные налетчики получают еще больше. Блин. Так, я могу выйти отсюда? Лотаром. Да. Зайти сюда, идущими через шторм. Не очень хорошее у меня предчувствие по поводу вот этого всего, если честно. Нет, не надо. Давай. Таким образом все-таки лучше будет. 10 из 20, да? Запросто нам могут напасть. Конечно, могут напасть. Могу-ка молоду нам ставить пока. Давай. Так оно надежнее будет. Минус 2? Пофиг. Минус 2 меня устроит. Это при налогах средних, да? Охренеть. Потому что... Вопросы веры. Минус 4 было минус 6, по-моему, в самом начале. Сейчас минус... Потом минус 5. Ну и, соответственно, снижается сложность. Иммигранты. Политическая ситуация. 14 тысяч. На следующий ход я здесь начну строительство всякого разного. Вопросы веры. Все время забываю о майор-думе сделать. Хумбли. Еди на майор-думе. Больше никто ничего не достоин, да? Я так понимаю. Ингемар у меня на судье. Вольстагг идет на дружинника. Асбьерн. Государственный деятель. Я его убрал. Хотел поставить на... Вот сюда, да? Хальдван. Он должен оказаться... На месте... Вот этого. Вольстагг. По-моему. Короче, кого я хотел поставить на... Не на губернатора, а на армию. Я Хальдвана хотел поставить на армию, да? Вот Хальдвана сейчас я убираю. Значит, сначала с губернаторства. Хальдван. Да? И где он у меня? Он у меня в пути. А на губера я ставлю... Того бомжа, который у меня... Вот, Асбьерн. Верхняя Британия. Подожди. Нижняя Британия. Да, Верхнюю Британию. Верхнюю Британию я его ставлю. Германское язычество пускай растет по-прежнему. И вот этому типу я ставлю... Чистолюбивого чиновника, которого я, собственно... Потому что она забирал специально также санитарные постройки. И стоимость строительства военных построек, может быть, это поможет, когда я буду перестраивать Костореза. Вот. Поэтому всю вот эту конетель сюда. Прелестненько. На следующий ход у меня еще этот придет. И нужно будет заменить полководца, выдущих через Шторм. Я не думаю, что на меня нападут, потому что у меня здесь вот столько армий. Плюс гарнизон. Поэтому, если только на меня и Бданы не нападут, там целой кучей стэков. Как они сделали в прохождении за антов у меня. Тогда как они три стэка, или сколько они там потеряли. Вроде все. Губернатора. В этой провинции, да? Не надо. Спасибо. Сейчас смотрим Абданов сразу. Потом включу еще запись на Британии. Так, Абданы что-то пытаются этими своими говноагентами сделать. Что-то сделал, что ли, сука, или что? Лиманы какого-то хрена решили на меня напасть. Они в жопе где-то находятся. Но, скорее всего, они хотят на Сканзу напасть. Мне придется там опять армию нанимать. И свебы к ним присоединились. Твою мать. Че нет-то? Окей. Надеюсь, они там не стояли? Не точили зубы прямо около границы, нет? Свебы. Союзники, блин. Так, вот Британия. Британия зассала. Че-то они тут мутят, короче, непонятные. Смерть на службе. Я надеюсь, это не прям убили, я не вижу. Твою мать. Твою мать. Ну, Хальдуна, че? Убили или ранили? Нападение. Успех. Едва не убил. Цель. РКК. Результат. Агент. Место. Линд. Кого, блин? Так, должность получена. Должность получена. Кто у меня там был? Я не помню. А, флоки. Ха! Флоки поранили. Как говорил один известный персонаж из одной известной компьютерной игры. Поранили мы, погано. Так. Ну, ничего, на Дуксе ты же можешь все равно стоять. Правильно? Ок. Кабарак. Так, ну, линд целый. Продолжаем снос всякого. Пищу я, пожалуй, не знаю, буду сносить, не буду. У меня вот здесь вот по пище 4, здесь по пище 78. То есть, ну, в принципе, нормально можно сносить. Деньги получаем. Мне 20 тысяч уже, это хорошо. Это мне на перестройку всякого вновь захваченного и на постройку всякого необходимого очень даже хватит. Вот так. Отлично. Еще и коррупцию поправили. Ноль по порядку. И можно заняться стройкой. Так, алиманов я пока не вижу. Ну, они как бы где-то есть однозначно. Дай-ка я в хафу, наверное, убегу пока. Мало ли что. Вот так. Аль-Рикур. Боевой дух. Тут есть что-нибудь по наему, да? Опыт для новых стрелков и метателей? Нет. Боевой дух для пехоты дальнего боя? Нет. Скорость исследований для военных технологий? Нет. Стоимость наема для наемников? Ну, наверное, это не тебе надо давать, а другому челу, который вот здесь вот будет у меня. Да нет, как раз тебе. А вот тот будет наниматься. Это что? Боевой дух при подкреплении. Шанс обнаружения. Так, стоимость содержания для наемников. Боевой дух для наемников. Перемещение по карте подчиненной армии. Сандалии. Так, пока непонятно, короче. Пока непонятно, не будем дергаться. У меня здесь довольно сильные гарнизоны везде. То есть они, если задумают именно вот прям захватнические действия какие-то, то им надо будет очень много народу принести. Если просто пограбить, то у меня будет время. Давай разбираться, что мне здесь надо. Во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы здесь рост пошел наконец-то. В принципе, налоги у меня способствуют этому. Правильно? Правильно. Еще давай посмотрим, чего у меня губернатор. Может что-нибудь по росту сделать? Что-нибудь для роста у него есть? Нет. Эту штуку я менять не буду. Нет. Ладно, ладно. Это загрязнение плюс два. Но, в принципе, я все равно могу это все построить. Давай, короче, стали половильню. В первую очередь надо перестроить. Далее. Не буду я священную землю здесь ставить. Нет, нафиг. Здесь будет у меня тоже колодец. И здесь... Наверное, хозяйство, потому что пища нужна. Потому что я и буду здесь везде ставить всякое. Тоже коза всякие штуки ставить. И рыбные причалы. Пищи много надо. Реально много надо. Потому что здесь будет постройка по этому... Как она называется? Религиозная. Она тоже пищу жрет. Вот. Вот эта штуковина пищу ест. Капец. Ее надо прямо сейчас ставить на самом-то деле. Потому что чем раньше я ее поставлю, тем лучше. Сколько у меня здесь пищи? Четыре. Если я вот эту хрень поставлю, это шестнадцать. Мало. Поэтому сразу козлятники надо ставить. Это добавит еще двадцать, да? Нет, не двадцать. Пятнадцать. Плюс двадцать четыре. Это я практически не смотрю. Ну, рыбный порт еще, да? Который добавит пятьдесят. Ну, вот как раз. Как раз перекроет рыбный порт. Перекроет зал старейшин. Хорошо. А чтобы мне возводить еще тридцать пять пищи надо. Поэтому козлятники. И селение надо поставить. Это минус пятнадцать. Вот так. Семь тысяч. Блин, слушай, круто. Да-да, вот так. Вот. А здесь загрязнение. Числен сухопутных стоимость найма. Вот так. Вообще бешеное просто строительство идет. Верхняя Британия отстраивается. Ты высадился, что ли? Нет, вроде. ОБХСС, блин. Десять, десять, десять. Можешь его шлепнуть? Он меня бесит. Нет, не можешь, денег нет. Убивать надо, по идее, вот эту Британию. Чтоб она здесь не отсвечивала. Серьезно. Я могу как бы встать около моря. У меня две конины. Такую битву провести, короче, как в первой серии прямо, да? Да. Да-да-да-да-да. Ну, как только я потрачу кельтские наемники с анагром, то, возможно, они на меня пойдут. Ну, если не пойдут, то я высажу тогда лучников, и тогда точно пойдут. Вот. Плюс мои вот эти очень дальнобойные, осадные либурны. У них нету коней вообще. Поехали. Вообще, знаете, что я подумал, блин? Главное, мне это не забыть, что я же могу, пока я ходил сейчас, пока загружался, я пошел себе чаю налил и подумал, что строительство-то я зря затеял, не поменяв этот самый эдикт. К тому же, мне рост нужен в Британии, поэтому надо эдикт в любом случае менять. Поэтому я, наверное, все свое строительство поотменяю после этой битвы. И, кстати, прикольно я на этой стороне. Строительство поотменяю и... Это. Поставлю заново на другой ход, потому что денег можно сэкономить кучу просто. Так, ну, они на меня нападать не будут, очевидно, пока я не потрачу... Пока я не потрачу снаряды. У их анаграф. Дай-ка. Смотрите! Наши знамена пришло в подкрепление! Ага. Давай сюда, на бережочек. Наши знамена все сюда тоже, да. Хорс Рейдерс. Один из них. Вот этот, который покруче пойдет куда-нибудь спрячется. Где бы? Где бы, где бы, где бы, где бы. Не знаю, вот в этом лесочке. А ты пойдешь тратить патроны. Так, далее. Вот эти товарищи сейчас вообще сюда пойдут, но подплывать слишком рано, наверное, не надо, потому что иначе потопят мои корабли. А вот эти все ребята во главе с Рагнером, который еще живой, ему 50 лет уже, но он, блин, тащит по-прежнему. Поплывут к берегу, к своим. Так, ну что тут у нас? Где? Они что, в атаку все-таки идут? Интересно. Наверное, они посчитали, что у меня много таких этих стрелков, поэтому дойти. Где анагар-то? Давай, стреляй, сука. Так, я понял, короче. Тогда вторая конина тоже сюда идет. У них все равно коней нету, поэтому можно их обходить и топить анагар. Топить, говорю, анагар, блин. Стрелять анагарами. Убивать анагар, стрелять моими либурнами, короче. Лучше играть, чем говорить. Твою мать. Сейчас, помню, уже стрелки начнут херачить. Давай, ты налево, ты направо. Будем убивать анагар. Ну, блин, вообще нету конины. Ну, что это за армии? Говно римские. Бежит, 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 бежит. Наемные кельтские застрельщики. Кони, кони. Все смешалось, люди, кони. Иди в бео. Все еще не можете стрелять, что ли? Немножко задержать. Сейчас еще, может, словим один, да? Нет. Даже одного снаряда в лоб не словили. Ну, иди туда тоже, потому что, может, мы еще и полководца выцепим. Круть. Так, ну, ребятки, вам высаживаться пора. Рагнару, наверное, не пора. Ты тоже, наверное, покоцанный. Трех отрядов мне хватит, я думаю. А чем мы не стреляем? Уже можно вовсю стрелять. Так, анагар убит. Растерзан. Пойдем ждать возможности впечататься в спину полкану. Вот эти все ребята должны быть объединены и закреплены. Долбаные вот эти вот твари. Мне придется выйти. Иначе они меня очень много накидают. Блин, полководец идет в копьях. Поэтому, наверное, не вариант будет его выцепить отдельно от остальных. Дай-ка попробуем по нему пострелять. Может, поможет. Это тоже неплохо, конечно. Такое себе. Не, врубаться, блин, в застрелов я не буду. Они очень сильно сейчас покоцают, конечно. Меня, вот эти твари. Не успели выкинуть вообще ничего и сразу разворачиваются, да? Вот таку, сука! Мне их почти жалко. Так. Моряки. То же самое делаем. Просто отгоняем этих тварей. Ты, ссори, ссори, он мне в спину зашел. Прикол. Отлично. Лучники вообще, короче, не у дел оказались, к сожалению. Ой, больно. Не знаю. Так. Сейчас ты решил пострелять, да? Уди отсюда. Уди. Уберем! Их полководец пал! Они обречены! Наши люди славнены, они бегут! Это же копья и кони, о чем я. Расстреляли. Я же говорю, наемные застрельщики это самая вообще тварь, блин. Просто убила мне скандинавских топорников в какашку. Это вот те небронированные вообще отряды. Ты без коней, сложно, конечно. С застрелами. Так, и что? И кого? Все, да? Встретимся на глобале. Жуткое дело, конечно. Хотя они нарезали просто пипец, блин. И потери у них большие, но и нарезали они, посмотрите. Стрелки. Стрелки, суки. Так, осталось раз, два, три отряда. Потерял я все-таки один отряд скандинавских топорников. Ой, ладно. Литейная построится, я все это восстановлю обратно. Не могу их достать, да? Ну, и они тут тоже ничего не сделают. Давай уходим. Блин, офигеть, я тут могу всякую дрянь производить. Денег нет. Да. Меняем все. вот. Опять у меня восемнадцать тысяч и меняю я это дело на переселение. На следующий ход будет буду строить обратно все это. Так, теперь что тут у нас? Пикты Испании, да, ради бога. Враг нарушил границы ветви рока. Пикты. Здесь где-то? Пофиг. Так, Алиманы, Даны, да, я знаю. Смены религии и латинское христианство. Офигеть, короче, все просто на латинское христианство меняют, потому что захватывают земли Рима. Стоитство завершено с Канза. Хорош. Снос Нижняя Британия это вот здесь. Я здесь все продолжаю сносить. Да, все правильно. Да, короче, это все ясно. Еще один пидорюга. Блин, он на старости лет старыми педофилами становятся. Блин. Гондон, 56 лет. Твою мать, судья еще. Такой же, как и Рагнер. Пидорюга. Вдвоем друг друга долбите в гудок, наверное, да? Так. Флоки, ты-то хоть нормальный? Да, нормальный. Он верующий, ему нельзя. А Хумбли нерешительный рвение. Ну, потому и нелюбопытный, наверное. С нами. Так, ладно, тут второе поколение уже подрастает. Потихонечку. А вы что? Алло? Давайте уже. Шпили-вили. Это я нечаянно. Мастерская кастореза делаем в сканзе. Ну, типа, чуть-чуть тянуть, как говорится, да? Можно, конечно, поменять эдикт. Как у нас тут с порядком? А с порядком все в порядке, кстати. Поэтому можно эдикт поменять. Так что, давай. Переселение. На следующий ход будем дом касторез сделать. Что у нас по атаке? На меня атака. Стрелы ар-и-ти-ми могут напасть. На карине. В карине у меня отличный гарнизон, поэтому вряд ли они осмелятся. Можно, ради, так сказать, успокоения нанять один отряд. Ну, бомжи-жи. Бомжи-жи. Короче, нападут, агребут. Вот, серьезно. У меня никаких сомнений в том, что они агребут. Поэтому, как говорится, милости просим. Давай. Сюда уплываю Рагнером, чтобы защитить Камулоданом, если что. Потому что хрена узнает, где тут алиманы на меня захотят прыгнуть или свебы на меня захотят прыгнуть. Кто-нибудь. Короче, у меня Рагнер патрулирует Ла-Манш. 18 тысяч. Могу назначить губернатора. Не буду я назначать губернатора. Я знаю, где вы хотите, чтобы я назначил губернатора. Мне это не надо. Показывайте, что я бданы буду делать. Бданы. Наверное, агентами будут меня драконить, да? Нет? Так, что-то там типа высадка, что ли, или что это было? Пофиг. Да! Они таки напали. Причем, напали опять же, у них нету коней в первой армии. Во второй армии наемные скандинавские конные разбойники. И в третьей армии опять нету коней. Но они, правда, взяли, наверное, скандинавский отряд топорников, который бы лучше я взял. И здесь тоже, да? Вот. Ну, у меня покоцанная армия. Один отряд скандинавских разбойников застрелов. Два отряда скандинавских конных налетчиков. Ну что, полководец у них приличный. Они оголили полностью свой фронт. В Карине у меня, по-моему, отстроенный более-менее, да. Более-менее целый гарнизон. 3000. У них 5239 человек. У меня 2000... У меня 2213. Короче, это мы в следующей серии уже увидим, так как больше 50 минут серия длится. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Это Атила Total War за Данов в полстэка без поражений с захватом Рима Константинополя к Тесифону в обязательном порядке. Всем пока. Лайк, подписка, все дела. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok